Здравствуйте! Меня зовут Андрей Дриггер. Это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Дом на второй строительной, который расстраивает. Туалет на улице, печное отопление и ненадежные стены. Герой сегодняшнего выпуска словно каталог всего, что мы когда-либо снимали в программе «Коммунальный патруль». От разрушения потолка и пола до перебоев с водой, крыс, мышей, разрушения фундамента и проседания самого здания. И все только в одном доме, на второй строительной 46. В квартире надежностью не отличаются ни пол, ни потолок, ни стены. О последних Валентина Михайловна жалеет особенно. Постоянно делает ремонт. А в доме на второй строительной это не работа даже. Спортивный марафон. Разрушения в любой момент тебя могут нагнать. Вся стена вот у меня рухнула. Видите, все я все сделала. Потому что изобелила она опять, вот начинает сыро, вот опять, видите, все она, вот начинает опять, вот. Все рушится, вот она. Весна и ливни разрушают дом. Стены буквально рассыпаются. «Сколько раз вы обращались в управляющую компанию, она отвечала хоть что-то?» «Да, я обращалась по печке. У меня печка, труба обвалилась в моей комнате. Вот я пришла к ним. Они говорят, у вас печников нету, нанимайте. И вообще они сказали мне, печка твоя личная собственность, сама ты ее делала. А я как полезу на крышу, когда там все гнилое?» Говорят, однажды работы на чердаке завершились тем, что человек просто провалился в квартиру на второй этаж. К слову, об управляющей компании. С жителей берут от 300 до 600 рублей ежемесячно. При этом, судя по всему, ни работы на придомовой территории, ни текущий ремонт дома компания не проводила. Вот эта квартира была выселена у нас в 15-м году. В 16-м. Это муниципальная была квартира. Они осудили, платно нанимались. В 16-м году им дали дотацию. Они отсюда съехали. А здесь просто потолок провалился в квартиру. Оставшуюся часть подпирает брус. Но надолго ли хватит его? Даже сейчас стоять здесь небезопасно. «Вот эти все трещины, они увеличиваются. И увеличивается со скоростью такой приличной. Я бы не советовала, конечно, там стоять». Галине, в отличие от бывших жителей этой квартиры, пока уезжать некуда. Хотя ее квартира находится ниже. Разрушений опасаются. «На сегодняшний день подборка оседает. То есть у нас большая угроза внизу, что на голову нам упадет. Это все вместе, потому что там хорошая масса. Пол просто обыкновенный деревянный, который благополучно гниет и проваливается. То есть вот это очень серьезная угроза». Дом превращается в руины. Последние владельцы забрали пластиковые окна с собой. Закрыли проемы, чем смогли, но все равно. За счет такой вентиляции погода за окном равно погода в доме. «Теперь, возможно, сюда будут осадки. Опять же, это будет все к нам сливаться. Льется, потому что дождь был. Вы видите, что светится. Льется стали. Социальные элементы у нас быстро здесь раскусили, что свободная площадь. У нас по решеткам становится и поднимается». А социальные элементы давно раскусили, что в доме без замков можно без проблем переночевать. А Галина продолжает экскурсию. «Проводка, конечно, очень страшная. У нас был пожар. У нас так называемая электрощитовая. Вот у нас последствия вот этого просто пожара приехали. Один провод набросили». «Вот результаты пожаров». «А сколько у вас пожаров было?» «Знаете, не счесть. На моем, я здесь 35 лет живу, 6 – это точно. И серьезных было пожаров. Буквально недавно под лестницей у нас загорелось. Вот дым вот этот остался». Перекрытия в доме деревянные, причем не очень крепкие. Один из пожаров, по словам жителей, крышу серьезно повредил. Ремонта дом ждал с апреля по октябрь. За полгода без кровли перекрытие неоднократно заливало дождями. Кстати, нельзя забывать и про возраст дома. Все-таки, судя по квитанциям, он 67-го года постройки. Или нет? «Вот у меня сюда Свекров приехал в 59-м году. Хотя по документам он числится как 67-й год». Здесь вообще много нестыковок. Прямое значение этой «идиомы» раскрывается, когда смотришь на черный вход, где местами кирпичи просто вываливаются на улицу. И правда, не стыкуются. «У нас вот такой вот веселый тамбур». «Тут тоже все может упасть.» «Ну, почему мы бьем тревогу?» В ходе экскурсии наш импровизированный гид сетует, что не может показать всех ужасов дома, уходящего под землю. «Ну, в той квартире там, конечно, хозяин не оставил ключ. У них полностью все. Ну, у нас есть фотографии. Он был, мы сфотографировали. Полностью крыша обрушилась. То есть у них...» «То есть как в той квартире?» «Там вообще страшно. Там 12 квадратов, оно полностью на земле лежит, штукатурка». Вот теперь и думайте, как жители заходят в коридор, где жизнь уже на волоске. В итоге нам показали фото разрушенной квартиры. Вслед за этой крышей уходит и пол. «Он гнет очень прилично. Ну, извините, если у нас лестница, вот уже вот это вот все обрушает здесь. Ну, пожалуйста, можем показать нашу красоту первого. Вот у нас плажат двумя, как лестницы. Первый этаж. Вот у нас как цокольный этаж. То есть у нас квартиры находятся, окна на уровне земли». «Маска в этом доме защита не только от коронавируса, но еще вот от этих накоплений плесени. Потому что как только я ее сниму, почувствую сразу стойкий запах затлости и сырости. А представьте теперь, что люди живут здесь десятками лет». За этой стеной земля. Через нее сочится вода и нежелательные гости. В первую очередь крысы и мыши. И только вредители. Причина тому, что дом хоть в какой-то степени можно назвать милым. На этом и закончилась светлая сторона дома на второй строительной. Есть тут живность похуже. Вот пример неприятного соседа. «Вот, пожалуйста. Вот, смотри. Все, вот это наша красота. Вот побежала, смотрите. Звезда». Но если увидев насекомое, вы пожелаете жителям бежать из этого дома со всех ног, помните, что не видели еще самого страшного. «Вот, пожалуйста. Вот. Вот такой вот у нас. Такая у нас красота». Именно так выглядит плесень в квартирах. «Сейчас-сейчас осень, весна начнется. Все у нас опять побежит по стенам. Вот еще тут все обои, вот она отходит. Все, углы промерзают. Вот такая у нас веселая здесь картина, как говорится». Веселье у жителей – это горькая ирония. Чего не сказать только об одной собственнице квартиры на второй строительной. Вере Шутовой удалось выиграть процесс. Суд обязал администрацию города выдать ей благоустроенную квартиру, причем по площади, равную нынешней. «Как долго вообще длился процесс? И легко ли согласились пойти вам на встречу?» «Ну, согласились все, в общем-то, так, ну, как и полагается. Только представитель от ЖКХ, она свои доводы приводила. Что я не малоимуще, что это изменит, я не знаю. Что мне нужно здесь жить еще, еще маленько поживите, до 25-го поживите, потому что вы еще мало здесь живете, 41 год, еще маленько поживите. Ну, вот так. Это представитель ЖКХ говорил. Покурор, конечно, говорила, надо, надо. Надо переехать отсюда и всем остальным. Дом был признан аварийным еще 7 лет назад. Причем процент износа зафиксированный еще тогда пугает. «Дом признан аварийным. Экспертиза была в 2013 году, что здесь проживать опасно. Износ дома к 90% идет». «Уже к 90%?» «Да, тогда 87%. Для переезда есть варианты, но в такие места, которые не лучше дома на второй строительной. Например, людям предлагали переселиться в маневренный фонд, чего юристы настоятельно советуют не делать. Страшновато становится. Мы понимаем, есть варианты те, но те варианты, которые нам предлагают, они как-то не очень надежны, что ли, как бы, вы знаете, временные. Такое, как бы сказать, создается мнение, что нам предлагают куда-то отсюда и забыть про нас. По крайней мере, про одну жительницу забыли после того, как выдали ей новую квартиру взамен аварийной. «По данному дому, получается, шесть семей, да, подали совместно с прокуратурой исковые заявления. По двум семьям у нас ситуация немного сложная, поскольку назначенная судом экспертная организация очень сильно загружена и экспертизу обещают провести в конце 2020 года. Ну, соответственно, это очень плохо на самом деле, потому что невозможно людям уже здесь ждать. Состояние дома у нас ухудшается». Главное, чтобы дом хотя бы в этом состоянии простоял до переезда всех жителей. Если вам мешают жить коммунальные проблемы, обращайтесь к нам, пишите на сайт или звоните по номеру телефона. А пока, до встречи в следующий вторник. Субтитры подогнал «Симон»!